В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Найти любой ценой и 25 мая – день пропавших детей. С 16-летием 26 мая подводной дизельной лодки Б-90 Северного флота присвоили почетное наименование Саров. Что, где, когда 17 команд образовательных организаций города приняли участие в интеллектуальной игре. Далее расскажем обо всем подробно. 976 человек пропало в регионе в период с 1 мая 2022 по 1 мая 2023 года. Из них 232 – дети до 11 лет. Практически всех удается найти в первые сутки. Однако порой на поиски могут уйти недели или даже месяцы. В нашем регионе есть две девочки, которых ищут уже более трех лет. 25 мая во всем мире отмечают День пропавших детей. Он призван привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения детей. Ежегодно по всей России пропадают более 40 тысяч детей. На сегодняшний день пропавшими без вести числится более 1 тысячи несовершеннолетних. Чаще всего исчезают подростки. Они могут самостоятельно уйти из дома. И нередко это происходит из-за конфликтов с родителями или друзьями. 25 мая в мире отмечается День пропавших детей. В Сарове мероприятие, посвященное этой дате, организовали добровольцы поисково-спасательной группы «Рысь». Культура безопасности у детей закладывается с самого раннего возраста. Сейчас сильно запугивать их пропавшими детьми, ненайденными детьми и тем более погибшими детьми мы, конечно же, не можем детскую психику так травмировать. Но показать им, что такое действительно бывает, рассказать о том, что это бывает и что это страшно, что переживают родители детей, когда дети пропадают, возможно, это потом поспособствует тому, что они в какой-то сложной ситуации чуть больше подумают и чуть более взвешенное решение примут. Дети участвовали в состязаниях, узнавали правила безопасности, знакомились с работой поисково-спасательной группы «Рысь». Также на мероприятии организаторы наградили участников конкурса «Я не пропаду». В нем приняло участие более 50 ребят. Мы заявляли на конкурс четыре техники – рисунки на бумаге, то есть рисунки руками, рисунки с помощью компьютерных программ, стихотворения и мультфильмы по темам, соответственно, незабудки, которая касается именно пропавших детей и символа сегодняшнего дня, и по темам безопасности. Безопасный город, чужие люди. Волонтеры наградили ребят от пяти до семнадцати лет. В каждой возрастной категории было три победителя. Выбирал лучшие работы организационный комитет, в состав которого входили добровольцы поисково-спасательной группы «Рысь». Я рисовал незабудку. На лепестках были пропавшие люди. Там были дети и родители нарисованы на цветке. Я нарисовала человека, который сказал, что пойдем со мной, у которого в руке была кукла, а в другой конфета. И в одной стороне нарисовала, как девочка пошла, а в другой, как не пошла. Сказала, не надо, вот так вот. На мероприятии ребятам напомнили, куда следует звонить в экстренных ситуациях. День пропавших детей в нашем городе проводится второй раз. Добровольцы планируют, что мероприятие станет традиционным. 26 мая 2007 года приказом главкома ВМФ России дизельной подводной лодки Б-90 Северного флота было присвоено почетное наименование Саров. 16 лет экипаж уникальной подводной лодки носит имя закрытого атомного города. 15 сентября 2007 года для нее разработали герб, совместив герб Сарова с символом подводников, прыгающим дельфином и двуглавым орлом. 24 декабря того же года подводную лодку спустили на воду. Сам корабль – экспериментальная площадка для испытания новых видов вооружений и техники Министерства обороны. И, конечно, по большому счету, это продолжение и нашей общей работы Федерального авиацентра на благо создания и поддержания ядерного счета нашей Родины. К сожалению, до сегодняшнего дня пока никто из города Сарова там не служит. Но это связано с тем, что не забывайте, лодка экспериментальна, поэтому экипаж подводной лодки сформирован только из мечманов и офицеров. Будьте осторожны. Анализ воды в купеле на Дальней Пустынке и на источнике Святого Владимира показал неудовлетворительный результат по содержанию аммиака, сообщает Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России. Специалисты рекомендуют не пить воду во время купания, а также не заходить в воду людям с повреждением кожного покрова. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове заменят еще 15 лифтов. Фонд капитального ремонта завершил аукцион на проектирование установки новых лифтов. Работы пройдут по 15 адресам. Проспект Ленина, 51А, улица Академика Харитона, 18 и 24, Александровича, 19, Бессарабинка, 9, 15, 17, 19, улица Гоголя, 2 и 6, улица Курчатова, 14, 16, улица Московская, 17, 26, 1, 34, 2. Проектная документация должна быть закончена в этом году. А непосредственно установка в 2024-м. В периметре города заметили медведя. Фотографии очевидца мгновенно разлетелись в соцсетях. Животное заметили возле Аргинского водозабора. Соблюдайте осторожность. Ситуация с распространением кори в России стабилизировалась. Количество заражений еженедельно сокращается в два раза, заявила глава Роспотребнадзора. Это связано с тем, что мы проводим большой комплекс противоэпидемических мероприятий, подчеркнула она. 17 педагогических команд образовательных организаций города разыграли кубок интеллектуальной игры «Что, где, когда», посвященный году педагога и наставника. Традиционная игра состояла из двух туров по 12 вопросов, но не обошлось и без перестрелки. Подробности далее. Такую профессию называют самой массовой из творческих и самой творческой из массовых. Вопрос ведущего прозвучал и таймер запустился. На ответ традиционные 60 секунд. Затем организаторы собирают листы с ответами. По состязации в селе интеллекта во второй гимназии собрались команды образовательных организаций города. Здесь еще соревновательный момент состоит в том, что мы выступаем не одной командой, а команд много. Это тоже интересно. Такая вот приятная атмосфера соревновательная, но в то же время это все наши коллеги. И победит сильнейший. У меня самые лучшие ожидания от этой игры. Я узнала, что она первый раз вообще-то проводится. Я думаю, первый раз будет самый интересный, самый насыщенный. Ну и желаю, конечно, успехов всем. В интеллектуальной игре «Что, где, когда» приняло участие 17 педагогических команд. Традиционная игра состояла из двух туров по 12 вопросов, но не обошлось и без перестрелки. Формат для саровских педагогов новой мероприятия посвятили году педагога и наставника. Мы вообще вначале хотели вас поздравить с кончением учебного года. Он был трудным. И мы, честно говоря, благодарны вам за то, что вы стойко, достойно прошли этот год вместе с учениками. В ходе упорного интеллектуального состязания победителем стала команда школы номер 16. Второе место у команды лицея 3, а третье у команды 12 школы. В «Мир прекрасного» окунулись участники открытого городского литературного конкурса чтецов и писателей на иностранных языках в мире пера. Любовь к творчеству в литературе объединила учеников с 1 по 11 классы из разных учебных заведений. Организатором мероприятия выступила школа иностранных языков LBS School совместно с 16 школой. Прикосновение к поэзии, тонкому художественному слову и внутреннему миру зарубежных писателей прошлого. В «Мир прекрасного» окунулись участники открытого городского литературного конкурса чтецов и писателей на иностранных языках в мире пера. На сцену актового зала школы номер 16 вышли юные чтецы и исполнители на разных иностранных языках – английском, французском, испанском, немецком и китайском. Любовь к творчеству и литературе объединила учеников с 1 по 11 классы из разных учебных заведений. Организатором мероприятия выступила школа иностранных языков LBS School совместно с 16 школой. Мы хотели бы поблагодарить, сказать огромное спасибо 16 школе Юлии Андреевне за предоставленный актовый зал, за помощь, за содействие. Мы считаем, что мероприятие получилось очень даже успешным и что мы принесли пользу не только детям нашей школы или школы 16, но и всем детям города. В языковой школе LBS School можно изучить пять иностранных языков – английский, французский, испанский, немецкий и китайский. В LBS School ребенка подготовят к олимпиадам, государственным и международным экзаменам. Среди педагогов школы есть и носители иностранных языков. Литературный конкурс чецов LBS School проводит впервые. Для учащихся это отличная возможность продемонстрировать свои лингвистические знания, развить смелость говорить на иностранном языке перед публикой и даже проявить талант автора и переводчика. Заявок поступило много, поэтому конкурс проводили в течение двух дней. На конкурс ребята заявляли и свои собственные сочинения на иностранных языках и самостоятельные литературные переводы. Евгения Алексахина, ученица шестого класса второй гимназии, выступила со стихотворением, посвященным родному Сарову. У меня было произведение «My idea City of Sarov», которое будет написано моим репетитором. Очень спасибо ей. Наверное, участие в этом конкурсе будет стимулом двигаться дальше. Чтобы выступить на сцене, нужно тщательно и усердно подготовиться, выучить текст, перебороть волнение. За каждым выступлением стояли долгие часы репетиций и кропотливой работы. Тем более, что многие ребята выступали с очень сложными текстами. Но для воспитанников LBI School изучение языков – не тяжелая обязанность, а увлекательное приключение. Игры, разговорные клубы, медиа – все это делает занятия интересными и захватывающими, и выгодно выделяет студию LBI School. Полученные в языковой школе навыки не остались незамеченными. Учащиеся LBI School креативно подходили к своему выступлению. Делали мультимедийное сопровождение, включали театральные элементы, подбирали соответствующие костюмы. Я рассказывала стихотворение Элси Бартер «Листья». А как ты выбрала именно это стихотворение? И почему? Мне учительница Алиса Вячеславовна предложила несколько стихотворений, и я выбрала именно это. Оно описывает именно такие сильные чувства, как красота природы, любовь к ней. Сегодня получилось хорошее выступление. Я читал стихотворение Роберта Луиса Стивенса «Bad in summer». Как переводится? «Спать летом». А о чем это было стихотворение? О том, что как неохота вставать зимой, утром, когда еще темно, и как обидно ложиться спать летом, вечером, когда еще светло. Поддерживал участников и дарил позитивное настроение ведущий мероприятия Лев Першин, ученик 10 класса, школа номер 16. Молодой человек тоже занимается иностранными языками, английским и французским. Такой опыт выступления в качестве ведущего у Льва уже не первый. «Пригласили меня спонтанно, меня позвали ведущим. Я сразу же согласился, к чему это классный опыт. И, как оказалось, да, это было очень здорово, мне очень понравилось. Когда ты ведущий, ты правильно следишь за светом, за музыкой, за звуком, за то, как расставлено все. Нужно расставлять, спросить, как говорить, что говорить, как правильно говорить, все-таки иностранный язык. Мне очень нравится французский язык. Он очень красивый и сразу про любовь. «Жизвизалево, маршево, зо, зо». Открытый городской литературный конкурс чецов и писателей на иностранных языках в мире пера объединил творческих и креативных людей, выявил юных талантов, дал ребятам возможность раскрыться по-новому и сделать шаг к своей мечте. Меня всегда очень интересовали другие культуры, весь мир, плюс моя мама учительница английского, поэтому мне было легко влиться и полюбить его еще больше. Я недавно смотрела интервью Борхеса, в котором он сказал очень интересную вещь об английском языке, что это язык, одновременно совмещающий себе слова из разных групп. То есть, например, «holy spirit» — это латинское слово, а «holy ghost» — это уже пришло из германских групп. И это разнообразие в английском языке меня действительно очаровывает тем, что он совмещает в себе очень много разных черт, разных культур. У меня, в принципе, предрасположенность, наверное, к языкам, и поэтому мне очень легко учить иностранные языки. То есть, я изучаю не только английский язык, и мне очень нравится. А еще какие? Изучаю я еще корейский язык также углубленный. И все. Ну, и французский язык изучал тоже в школе. Все участники, призеры и победители конкурса получили подарки и дипломы. Если вы хотите сделать изучение иностранных языков нескучным и увлекательным, то добро пожаловать в языковую школу LBA School по адресу улица Садовая, 68, корпус 1. Телефон 8 930 687 97 99. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Все вам доброго и хороших вам новостей.